Русская волшебная культура Она покоилась на сильнейшей системе образования Школа, гимназия, воспиталище, училище, семинарии Это все этапы образования Тот же самый университет Они все длились по 4 года Которые, кстати говоря, назывались стадии 4 года И студия по этому, и студент идут от этого слова Эти 4 года человек в принципе везде занимался всегда одним и тем же Вот если посмотреть русский классик, того же Толстого В школах, в русских школах занимались как большие, так и малые Там не было, вот как у нас сейчас разграничение на классы Там была просто школа, которая длилась 4 года И в этой школе ученик, во-первых, развивал чувства Чувства, которые сейчас, в общем-то, это понятие исчезло из русского языка А воздействующие, то есть у нас и вкус, и обоняние, и нюх Вот вкус, а вкус это то, что мы можем передать Обоняние это тоже можем Нюх это мы воспринимаем, а обоняние мы передаем И то же самое со слухом То есть у нас было чуять и еще слух Слух это то, что мы можем передать Слышание вот это вот наших Потому что когда человек думает что-то про себя Повторяет эти вот слова У нас в улитке вот эти струнки, они колеблются И за счет этого мы можем, в общем-то, на этом даже основаны приборы Которые могут читать мысли человека И не только, значит, у нас в улитке идет звучание Но у нас еще и голосовая связка точно так же звучит, как мы думаем За счет этого всегда можно прочитать мысли человека И точно так же и глаза Глаза и глаз, это же ведь голос, они же практически однокоренные То есть глазами люди общались Это называлось казание Началось гонение на тех, кто может казать Это назвали, во-первых, телепатией Апатия, это вызывайте болезнь Вот, и начали все это очень успешно искоренять Те, кто казал, их садили в казематы даже И то же самое касается тактильных ощущений Все это можно как получать Точно так же можно передавать Вот эти органы передачи, воздействующие органы чувства Они у нас сегодня совершенно неразвитые Неразвитые, потому что ими никто не занимается Это понятие исчезло из русского языка Исчезло из русской культуры И поэтому исчезли эти чувства Точно так же, как у нас на АОРТе Там больше 20 желез внутренней секреции Которые еще в мединститутах 19 века изучали Сейчас их не изучают И поэтому они тоже у нас исчезли Хотя они работают и они помогают нам, значит, передавать, значит, наши эмоции Сразу непосредственно в кровь Помимо воздействующих органов в этих школах, училищах, значит, развивалось еще чувство мира Ведь и Бог, и число Это хотя вовсе кажутся разные вещи А в действительности это одно и то же Потому что древние говорили, что миром правят числа и их соотношения А что, если число обладает качеством управления Разве это не Бог? Естественно, и Богов, видите, получалось много Потому что чисел много Помимо, значит, воспитания чувств мир Шло познание вот этих чисел Их функций И вот в древней православии Каждое число имело свою функцию, выраженное в предстве У нас осталось успехов, здоровья Значит, там Глада и согласия А это все остатки вот этих вот функций, чисел И у нас испокон веков предки жили по кону А в каждом коне было Ну, конкретное число чисел Которые, функциями которых можно было овладеть человеку И вот богатырь Это ведь человек Не тот, который здоровый физически, как нам сейчас говорят А богатырь А богатырь это тот, который овладел функциями чисел Ведь в русском языке Ирь, Арь это объединяющий суффикс Букварь, словарь Это много богов, это много слов Точно так же, как и богатырь Это много богов Объединенных в одном человеке Шла информация о числах Заметьте, число и слово Они имеют одно составляющее Сло Это говорит о том, что числа, буквы Они все были друг с другом завязаны Ведь не случайно в Кабале До сих пор Каждая буква имеет свое еще Геометрическое выражение Угол и число Почему это нужно знать? Мы таким образом можем создавать мир Ведь у нас До того, как, значит, руссия была захвачена Была не наука А была тривия Вот слово тривиальное осталось А вот слова тривии уже нет И тривия, в отличие от науки Она не объясняла мир Она его созидала Созидала на базе принципов Которые мы сейчас называем законами Вот На базе принципов она создавала мир И прежде всего это было строительство и стремительство Вот строительство это Страивание явлений Потому что в природе Как и в человеке Есть условные рефлексы Условные рефлексы Это связи, которые создают Новое совершенно качество И вот жрецы Они создавали мир Они делали его гармоничным Они делали его более удобным И совершенным для человека И этому, собственно говоря, учила русская школа Школа волшебства, фактически В русской волшебной школе Была еще отметочная система Не оценочная, как сейчас ставят ученикам Баллы за то, что они запомнили какой-то материал А именно за то, что они достигли чего-то И отмечали всем гуртом Всем классом И когда человек научается радоваться за другого Его успех, другого человека Становится его успехом Более того, его алгоритм достижения этого успеха Становится тоже твоим Раз ты порадовался за другого человека Потому что радость она притягивает Она притягивает Она передает эту функцию Принимает эту функцию Которую у человека, быть может, не было Поэтому была отметочная система И ее, естественно, у нас сразу удалили Помимо этого Нам после революции Внедрили такое понятие Как слово «я» Было «мы» всегда «мы», «мне», «мой» Это понятно, да? Но ввели вот «я», «ты», «он» И вот когда Николай II говорит «мы» Сегодня это вызывает насмешки А он говорил правильно Потому что когда мы говорим «мы» Мы объединяемся со всем миром Со всеми людьми Когда мы говорим «я», мы поставили преграду Между людьми и собою И поэтому мы никогда не будем подключены К этому общему полю знаний Которое, в общем-то, нас и питало И самое главное Что было в этой школе Там не было вот этой вот Дихотомичной логики Которой нас научают Буквально с молоком матери То есть да, нет Значит, белое, черное Плохой, хороший Не было этого Логика была многомерной Потому что мир не впишешь в две краски Мы вот сейчас тоже разлагаем Когда белый цвет Думаем, что там семь цветов Как нас вот сейчас учат Потому что семь дней в неделе Семь нот Но это все искусственно Если вы посмотрите Как разлагается цвет Вы увидите, что зеленый там Там есть и изумрудный присутствует Там и бирюзовый может присутствовать Там их не семь Если мы внимательно смотрим Там их можно насчитать сколько угодно Чем больше различаем мы Тем больше мы можем считать этих цветов Чтобы прийти к многомерной логике Надо всегда говорить «да» Да, сейчас Да, через два часа Да, завтра Да, через месяц Через год, через сто лет Но всегда «да» Когда вы сказали «да» Вы объединились с человеком Вы его не отвергли Значит, у вас возник диалог Значит, вы компаньонны Вы друзья А большинство этих людей Начинают свою речь Со слова «нет» «Нет» И начинают свое что-то там говорить Они уже сразу Противопоставили себя человеку Они уже По определению Не могут быть Настоящими друзьями Сейчас у нас наука И академия Которая следит В принципе За всеми Изобретениями Открытиями В основном Мешая внедрению их Вот именно Высокое руководство Оно так относится К прорывным Особенно технологиям В русской же державе Была ли академия Сегодня говорят, что академия Была создана Значит, в городе академа Ли академия Значит, вот аристотелем Была создана И по имени городу Так и названо Но это опять Обман Потому что Ли академия Она даже вот слова-то Они сами за себя говорят Лик И эдем Эдем Рай То есть Строительство Рая Ли академия А у нас была А академия Если опять же Кат На старорусском Это палач Но и в украинском Сейчас это тоже слово Осталось Как палач А эдем Следующее слово То есть палач Рая То есть Не обращая внимания На эти вот Несуразности Да Но слово Оно задает Программу Еще Шишкин Изобретатель Еще в годы Советской власти Имеевший Пять тысяч изобретений И вошедший В книгу Рекордов Гимнеса Потому что он Даже больше Чем у Эдисона Сделал изобретений Он открыл Такую важную вещь Что каждое слово В поле человека Создает события И как он называется Сам себя человек Как называет Какая у него Национальность Какие он слова Часто употребляет Он формирует Своё будущее И он Разработал Компьютерную программу С помощью которой Он может абсолютно Точно Предсказать Какая будет судьба У этого человека С такими именами И с такими Часто повторяемыми Словами Поэтому Очень важно Какой я человек И как он называется Как у него имя И как И что он Обычно произносит Обычно В своей жизни Если мы Всех будем Ругать Так То у нас Ругательская будет судьба Однозначно Он это показывает И самое интересное Что у нас До революции В метриках Писалось Великорусы А вот После Революции Стали называть Великорусами Малорусов Назвали Потом Малорусов Назвали Украинцами А белорусов Так и оставили Белоруссия И что интересно Тем самым Нас Получается Лишили И нашей Национальности Мало того Что у нас Назвали Великоруссию Россией А Россия И русские Это во-первых Ну как бы Неоднокоренные слова И то Что у нас Все Практически Страны Европы Называют нас Руссия Не Россия А Руссия И те же самые Славянские страны Тоже называют Руссией Потому что они знали Как наша страна Правильно называлась И то что мы Великорусы Потому что страна Так и называлась Великорусия Не Великая Тартария Великая Тартария Может быть когда ты была Но всегда была Великорусия Но раз нас Назвали Русскими Просто Потому что Русскими называли Тех кто знает Русский язык Были вот Малорусы Великорусы Белорусы И русские Те которые Значит Освали русский язык И значит Значит, вот в Российской империи, значит, общее как бы проживание. Так вот, когда нас лишили имени и имени страны, нас фактически облюбили корни. И мы поэтому, как и в принципе малорусы, обречены на уничтожение. Что, собственно говоря, мы сейчас и наблюдаем на Украине. И от слов, от названий много очень зависит. Белоруссия, она сохранила свое название. И мы видим у нее процветание. Там нет того разорения, которое произошло на Украине и в России. Там нет обнищания народа такого, как у нас. И там более-менее стабильное государство. И это не потому, что там батька пришел к власти, а потому, что правильное название. Великобритания, которая сейчас, в принципе, правит миром. Она не потому правит миром, что там все-таки умные дяди и тети. А потому, что она правильно названа. Великобритания. Если мы назовем свою страну Великоруссией, как мы и назывались раньше, и сами будем называть себя Великоруссами, к нам на помощь придут наши божественные предки, которые сохранились еще с той, значит, высокоразвитой цивилизации, ушедшей с земли. И они помогут нам. Но сейчас, когда мы молимся о России, такой нет страны, они не знают такую страну. Или там РСФСР, или СССР. Они не жили в такой стране. Или когда мы называем там русскими Великорусов, они такую национальность тоже, но они знают. Но это не их, потому что они Великоруссы. Но если у нас все совпадает, то молитва приобретает божественную силу, против которой бесполезны террористические, там, всевозможные акты. Мы не верим в силу молитвы, в силу вот этих слов нас заставили не верить. Выросли в атеистической среде. Но сами захватчики, которые, в принципе, нас заставили так думать, они активно используют молитвы не только по всей земле, но даже в центре Москвы, там, в подземельях проходят. И у них ритуалы, которые, в принципе, и делают нас, в общем-то, нищими. И, значит, создают этот весь бардак, который у нас сегодня существует. А наши молитвы, они бесполезны, получается, потому что неправильное название. Поэтому все зависит, конечно, от названия. В школах еще обучали, значит, таинству свяща. Вот свяща — это когда человек просвечивает свою прошлую жизнь. И вот эта свяща, ну, она может и у первоклассника, и у второклассника, и у десятиклассника. Поэтому все дети занимались в одном месте, естественно. И класс этот в действительности определял, какой номер жизни человек вспомнил. Ну, не просто вспомнил, кем он был, но он вспомнил свои навыки. Ведь не надо тогда вот все эти вот обучения, которые там мы проходим, и всем навыкам, если мы уже в прошлой жизни все это имели. Коло-ас. Коло — это вообще одно из значений. Коло — это когда, значит, мы живем на том свете и на этом свете. Мы проходим вот этот круг. И сколько ты кругов этих вспомнил, столько, значит, ты такой класс ты получаешь. Люди вспоминали свои жизни около урочищ. Вот слово урок сейчас сохранилось, так, но это сейчас вот сидят детишки и им рассказывают какие-то предметы. А раньше они сидели на природе. И они, поскольку сидели все время в одном и том же месте, от жизни к жизни, они вспоминали эти места. И ведь книги, буквари, они же не менялись. А вы должны заметить, все время, каждый год что-то меняется. Поэтому человеку очень трудно вспомнить свою жизнь. Все сделано так, чтобы он не вспоминал. Более того, нам внедрили вот эти посленовые, которые относятся и к картофелям, и помидорам, и баклажанам, которые нейтрализуют память прошлой жизни. Если детишки, когда рождаются, они еще помнят свою прошлую жизнь хотя бы, то со временем, когда их научают все это есть, они это все благополучно забывают. А ведь у нас до революции еще было очень много и фруктов, и овощей, и орехов, которые сейчас просто исчезли. 600 видов фруктов, 400 видов овощей. У нас их выводили с помощью введения налогов на количество яблок, груш. И у нас исчезли клубничное, земляничное дерево, черничное дерево. Они еще были в Москве, в мою бытность. То есть крестьяне высаживали их в деревьях, куда мы пацанами бегали, значит, их собирали. А сейчас же это все редкость. Они только встречаются там в Китае где-то, ну или в каких-то там дендрариях. А так их нету. И таких вот деревьев ведь куча исчезла. И овощей, которые даже, которые, то, что сохранили, они совсем не похожи на наши, которые у них есть, и это надо все восстанавливать. Помимо, значит, вот воспоминаний своих прошлых жизней, учили геометрию. Ну, у нас геометрия, она разрешена была только в конце 19 века. И то ее переименовали, назвали геометрией в честь какой-то богини Гео, якобы, значит, вот это измерение Земли. А она правильно называлась гаометрией. Гаия обратно — это яга. Яга — это основная система, которой тоже обучались в русской школе. Имеет всего лишь шесть функций современной геометрии. Там синус, косинус, тангус, катангус, секундс, косекундс. А в действительности геометрия — бесконечное число функций. Ограничив их вот шестью функциями, нам, в принципе, закрыли весь мир. Ну, сейчас там вводят в Европе там га вертинус, вертинус. Ввели показать, что вот такие вот умные европейцы. Но в действительности, вот в русской геометрии, там количество функций не ограничено. Вот когда вы корчевывали русскую волшебную культуру, у нас вот сейчас говорят волшебство, там магия и все. А у нас десятки, сотни таких вот названий исчезло. То же самое уголовство или угольство. Люди использовали углы, потому что угол, он проявление числа. Любое число можно представить в виде угла, разделив 360 градусов окружности, это число. И мы получим угол этого числа. И пространство его, в общем-то, воссоздание. У нас слово уголовство и уголовник стало, в общем-то, отрицательным. И уголовный кодекс, который ввели, в принципе, это наказание людей за использование того или иного угла. Потому что у нас углов, видов было очень много. Были волшебные углы, были колдовские, были магические. Их сотни, это название этих углов. Все это вычищено. Те, кто занимался кругами, это, в принципе, ургия. Ург, круг, оно перестановка только. Буквы одни и те же. Гур отсюда же идет. С тех, кто занимался кругами, их тоже садили. И они урги. Они стали урками. И слово, собственно говоря, тюрьма, она тоже происходит в слову урк. Потому что все это с корнем выдиралось. Если мы почитаем указы того же Петра Первого, как запирали, значит, православных людей, кто отказывался, значит, менять веру, да, их сжигали. Это было повальное, значит, явление. У нас сколько деревень с названием Погорельцево, Погорелово, Гарри и так далее. Там десятки, сотни этих вот деревень по всей России. А это еще не считая, которые погибли, ну, в смысле исчезли сейчас, и которые переименованы. Сейчас вот для того, чтобы нам возродить нашу древнюю культуру, волшебную культуру, нам нужно возрождать наши жреческие знания, древние знания, возвращаться к своим истокам. Самое такое основное, что еще вот сейчас уже насущный вопрос, назрел уже эта борьба вот с тем ящиком Пандоры, который, в принципе, наложил, ну, это все за слуги наших завоевателей, который накладывает проклятие на все, на все высшие ценности человека, на дружбу, на любовь, на гармоничные отношения. Ведь все это проклято у них. И человек, когда что-то делает хорошее, он получает по голове за это. Это работа ящика Пандоры. И нам надо его разрушать. В свое время у нас были те децеи, так называемые, которые устанавливали каноны. То есть человек срывал, у него там отсохла рука. Он там кого-то оскорбил, у него отсох язык. И так далее. Это происходило автоматически. Не надо было кого-то искать, что-то доказывать, кого-то судить, кого-то садить. Все происходило автоматически. Именно захватчики разрушили у нас эту те децею. Именно они стравили всех наших богов, всех чисел. И после этого, значит, смогли сделать осрочку за воровство, за убийство. Ну, за все. То есть человек получает в следующей жизни, не так, что он сразу же получил, сделал, совершил, получил. Все потом. А потом человек уже не понимает, за что он получает. Вот. Поэтому жреческие школы, которые, в принципе, сейчас начинают уже появляться, возрождаться, они должны будут бороться с этими всеми явлениями. И я думаю, что именно возвращение к нашим истокам возвратят, в конце концов, и былое могущество русской цивилизации, волшебной цивилизации, которая была когда-то у нас, когда был рай на земле. Игорь Негода.